всем привет я снова в крыму уже неделю как просто что в этот раз приехал жара такая лень было снимать что-то просто кайфовал ходил на пляже в горы пока ходить очень тяжело в жару поэтому купаюсь загораю пока так сейчас еду на миганом где здесь пока немного в самом судаке кстати остановился в судаке и там людей уже порядочно так что расскажу вам как добраться до крыма 24 году я два второй раз уже приехал и 1 мая там чисто на поезде от кирова до москвы от москвы уже на фирме на поезде таврида и как он там до сего это симферополя вот ну есть другие варианты ну просто на поезде просто то что ну вот в этот раз я до сочи долетел из кирова на самолете а потом уже на поезде от сочи до симферополя опять ну и дальше там кому-кому кому куда надо я судак сразу ехал вот почему так решил добираться потому что ехать прям сразу на поезде от кирова с пересадкой то что прямого то нет это не так скучновато потому что вот например на самолете два часа и ты уже считай на юге у моря а там то что от сочи уже на поезде до симферополя сверно там во многих местах за окном море природа красиво тепло поезда сейчас современно с кондерами поэтому не жарко не душно нормально комфортно доехал и в любом случае по цене получается примерно также это так что первое что второй вариант самолетом и по скорости второй вариант даже побыстрее потому что два часа ой три часа перелет от кирова до сочи ну единственное что пришлось там ночевать ну что самолет прилетает вечером поздно и там уже никуда не поедешь переночевал и потом меньше суток до симферополя на поезде так что я считаю так даже комфортнее вот на меганом я повадился ходить ездить сначала пешком ходил но это далековато то что здесь народу не так много свободные пляжи можно сказать но по сравнению с судаком и тут есть спортзал под открытым небом сейчас покажу когда подойдем мне это очень нравится вот так целый день но через день грубо говоря сюда езжу на денек сюда сквозану и и позанимался стреца и позагорал покупался потом обратно вечером поработал про работу сейчас тоже расскажу старенький кораблик давно стоит на суше развалины возить на него не опускается пожалуйста меганом опять и вот сооружение здесь строят большие ну что природа крыма как всегда хороша море синие горы почти зеленые и высокие солнце яркое кстати говоря жара лютая где-то тридцатка точно есть ладно хоть и рок-падуат так вообще было плохо все что насчет работы всего вообще своей жизни я решил все кардинально резко поменять отовсюду ушел уволился песни не пою ну программировать еще программирую на старой работе но чисто как фрилансер уже неофициально там работаю ушел со всех работ короче как я решил я решил переехать в крым попробовать пожить здесь месяц или даже два я просто буду отдыхать немножко денег подкопил вот после этих двух месяцев отдыха я буду себе искать более менее хорошо оплачиваем работу получше оплачиваем чем предыдущая то есть я с тем и ушел потому что я так решил что работать на какой-то работе и искать новую это ну отлично для меня это плохо потому что лень ну что деньги платят как бы чего и напрягаться а вот когда уволишься типа денег нет надо все но что делать вот тут как бы я начну шевелиться да и как бы давно хотел отдохнуть по-хорошему и пожить в крыму вот такая штука в принципе вся этого затея с видео я себя блогером то не считаю но наверное все таки это кого-то блогерство получается вот ну я просто кому интересно типа начинать с нуля в 45 лет и вообще это возможно ли саму интересно все ли у меня получится может быть и вам вот интересно поэтому ну смотрите я буду все показывать как я буду типа 45 лет с нуля подниматься в качестве программиста даже вот такой здесь общественный абсолютно бесплатные джеки переодевалки мы такое но я здесь не люблю потому что народ много девчоночки гуляют ну и вот этот спортзал под открытым небом куда стал похаживать и мне это категорически нравится но ребята тут вообще все сделали по уму и очень хорошо там даже баски это площадка для пляжного волейбола с песочком с белым смотрите пальмы но они где-то засохшие если конечно пальмочки эти расцвели может даже и вырастут серьезно то тут чисто калифорния получится так что вот я двигаюсь на пляжик смотрите какое великолепие вот цыцки можно пожать покачать подтягиваться но народу почему-то нет жарко на резерву кстати да за жиры очень тяжело поэтому стараюсь утречка приходить кафешки открывали конечно очень хорошо как-то так в одном стиле но они не дешевые это не столовка хотя называться что столовая но она для богачей поэтому я на постоянной основе собой ношу водичку и пирожки с картошкой вот так вот очень полезно очень полезно очень полезно и так ну и что получается день хорош кушу пирожок с картошкой телефон садится поэтому вот такое окончание видео я пойду сейчас на автобус поеду сюда может чуть-чуть поработаю и вечерком снова на море схожу искупаюсь поваляюсь кстати жилье снимаю за 18 тысяч в месяц не бог есть какое но зато с кондиционером ну в общем нормально куда тут больно шиковать так что вот хорошо когда переехала не помадил наверное было я буха и вот такой небольшой музыкальный подарок для всех кто смотрит этот видос я думаю это будет доброй традицией